Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос. Значит, дело в том, что я познакомилась с мужчиной, на тот момент было 32, сейчас 34, мне 27, сейчас 28. Так, ну хорошо. Вы познакомились с мужчиной, значит, с теми девами общего. То есть, на каком фундаменте, на какой опоре вы выстраивали, вот, собственно, ваши отношения. Давайте мы как-то с этих моментов начнем. Потому что, ну, совершенно очевидно, да, что от того, насколько мы будем, ну, хорошо понимать историю ваших взаимодействий, да, историю вашего взаимодействия с человеком. Вот. Я думаю, что мы можем, ну, более эффективно вам помочь, более эффективно вам помогать, помогать. Вот. То, что вы познакомились с человеком, это здорово, здорово. Вот. Это хорошо, это замечательно, то, что вы познакомились с ним. Вот. Ну, теперь осталось только вот разобраться в том, что общего между вами и мужчиной было, да. Было и, ну, возможно, до сих пор еще есть. Ну, сейчас вы говорите о возрасте. Вот. Какое значение имеет возраст. Вот. Что вам, ну, 37-32 было, 34 стало, вам 27 было и 28 стал. Вот. Вот. То есть, ну, давайте, как-то, как-то вот попробуем тоже разобраться с тем, вот, значит, какое значение вы этому придаете. Вот. И их, наверное, вот тоже такой очень важный момент. Вот. вот, а, ну, не преоцениваете ли вы, вот, а, ну, значимость, значимость того, что вы знакомились, и значимость того, что, сколько вам было лет, когда вы встретились. Очень, мне кажется, важным моментом является то, вот, в каком, ну, в каком состоянии вы были, когда познакомились с человеком, вот, то есть, ну, что это было за состояние, вот, ну, в хорошем ли вы были в состоянии, то есть, в ресурсном, вот, или нет, или вы были вот в состоянии, ну, в таком, ну, немножко деструктивно, да? Вот. На этом тоже нужно искать ответ. У меня сын от первого брака, все было идеально, можно сказать, все шикарно. Ну, если у вас есть сын от первого брака, брак, то это означает, что, что отношения ваши с первым мужем закончились, ну, я бы сказал, да, как-то, как-то вот, ну, негатив. То есть, то есть, вы расстались со своим мужем. Вот. Ну, тут тоже вот, хотелось бы по возможности понять, что, ну, что произошло, вот, что вы расстались, да, что случилось, что вы расстались. Вот, очень хотелось бы, поэтому, ну, как-то поисследовать, может быть, вот, как-то понять, вот, потому что, вот, те паттерны, поведения, которые вы вы, скорее, скорее всего, демонстрировали, демонстрировали, когда, ну, были в первом браке, вот, вы демонстрируете, и сейчас, на втором. Так, все было шикарно, мы встречались, гуляли, но все, все так быстро произошло, что мы решили, что мы не маленькие, и съехаться с ребенком, переехала к нему жить. Значит, значит, что именно быстро произошло, и кто мы решили, что мы не маленькие дети. Вот, то есть, как-то у вас очень, тут вот, ну, очень определенно все выглядит, вот, кто мы, что произошло, то есть, ну, вот, как-то, ну, побольше хотелось бы, наверное, информация, да, вот, и хотелось бы, ну, наверное, знаете, какого-то ограничения, да, одного от другого, вот, потому что сейчас вы, ну, вот, к сожалению, демонстрируете, ну, такой психологический феномен, вот, который называется «Сленин», вот, то есть, видимо, вы демонстрируете именно его, вот. Значит, мы, нет, ну, нет ограничений, я, я, ты, вот, и, значит, ну, что-то решили, вот, кто, кто решил, что именно, решил, да, вот, не совсем, в данном случае, очевидно, вот, поэтому, вот, а, хотелось бы, вот, чтобы, ну, чтобы более подробно вы, вы старались этот момент раскрыть. Вот, значит, что, ну, кто, что, как, и так далее. Вот, дальше. Сначала всё было хорошо, с сыном ладился, то есть, какое-то время мы узнали, что я беременный, старым ребёнком, мы с него решили летом расписываться, чтобы ребёнок радовался в брак. Ну, я бы сказал, я бы сказал, я бы сказал, что как-то вот здесь вы демонстрируете то, что как будто бы благополучие ваших отношений зависит напрямую от того, ладит ли мышина со своего ребёнка. Вот. То есть, ну, вот, не знаю, насколько это корректно, вот, потому что, ну, помимо ребёнка, наверное, есть ещё вы, вот. И, ну, на мой взгляд, себя как-то обесценивать, ну, в этой ситуации, ну, неприемлемо. Ну, вот, то, что боится именно, именно вы делаете, ну, в своей, в своей активности. Может быть, вы как-то вот не рассказываете об этом, да, может быть, вы, ну, не говорите этого, может быть, вы не раскрываете этого. Ну, вот, есть вот такое ощущение у меня, что, что, вот, что, как выстраиваются отношения с, ну, между вами. Ну, вот, по многому зависит, зависит от ребёнка. Вот. Ну, как бы это, на мой взгляд, не лучшая история. Вот. Значит, стали появляться по поводу скандала, по поводу моего первого сына, не сходить в парню, не сходить на кровати, ты никто и т.д. Вот. Ну, вы не понимаете, а скандалы на ровном месте, ну, ничего не происходит, не происходит. Вот. То есть, то есть, ну, вот, если скандалы возникли, да, вот, что у них, ну, как правило, есть свои, ну, причины, причины. Я думаю, что здесь уместно было бы вам порекомендовать такую психологическую игру, которая так и называется. Вот. Ну, вот. Вот. В интернете она есть. Вот. И изучите, чтобы, ну, лучше понимать, что происходит, да, и вот, ну, всё вы оказали. Вот. В общем, в чём и как. Значит, что хочется, что хочется добавить вам в этой ситуации, да? Ну, это, пожалуй, пожалуй, то, что вы сами, вы, ну, на мой взгляд, вынесли какой-то вклад. Ну, вот. Ну, вот. В ссору вынесли какой-то вклад в ссору, вот. И, ну, ваша задача заключается в том, пожалуй, что, чтобы увидеть, чтобы увидеть, чтобы увидеть какой-то вклад вы уносили в ссор. Именно вы. что это был за вклад. Что он из себя, из себя, ну, представлял. Вот. Потому что то, что он был, да? Вот. Ну, я не сомневаюсь. То, что он был. Ага. А вот. Что он из себя представлял. Это вот нужно разбирать. Вот. Это, может быть, какие-то, ну, какие-то ваши действия. Вот. Какие-то ваши поступки. Вот. Эм. Какие-то ваши слова. Эмоции. Чувства. Вот. Эм. Какие-то ваши слова. Эмоции. Чувства. Вот. Эм. Эм. В смысле, эм. Того, чтобы, ну, обратиться с ними. Эм. Корректно. Ну, у вас, эм. Просто могло не быть. Эм. Ресурсов. Эм. Для этого. Эм. Вот. Эм. Ну. Эм, соответствующих ресурсов могло быть. Для этого. Эм. Ресурсов. Эм. Знаний. И я думаю, что с этими аспектами, в первую очередь, нужно вам работать здесь. Потому что сейчас вы говорите о ссорах, ссоры так, как будто она сама к себе появляется. Дальше, я с мужем поговорила, вроде все уладилось, у нас свадьба была в июне. В августе приехала моя подруга, которую я считаю сестрой. Посидели пообщались, я подругу не видела 5 лет. А чем вы поговорили с мужем? Что вы решили-то? Поговорили, это хорошо. А что решили? К чему пришли? Специально узнали ли вы, с чем связана такая реакция вашего мужа? Вот. Или нет. Вот. То есть, этот момент, он мне кажется довольно-таки серьезным. А вы говорите там уже про другие вещи. Про то, что сразу про свадьбу и так далее. Вот. Хотелось бы отдельно уточнить значение для вас свадьбы. Вот. Вот. То есть, ну, какое значение для вас имеет свадьба? Ну, для вас, для мужа вашего. И, соответственно, какие ожидания были от свадьбы, да? Вот. Ну, так ли она, например, прошла, как вам, ну, хотелось бы, например. Или, может быть, ну, не совсем так. Вот. То есть, вот, на эти вещи, мне, как кажется, нужно обратить вам свое внимание, да? Дальше вы говорите о подруге, вот их, значит, инцидент, произошедший с ним. Ну, я не буду засчитывать. Вот. Скажу вам просто, что, ну, вот, на мой взгляд, подобные вещи, вряд ли происходят, как-то, вот, из ничего, да? Соответственно, если такое произошло, вот, то, ну, можно, наверное, говорить о чем? Что, что, у вас в отношениях есть проблемы, вот, можно говорить о том, вот. Какие проблемы? Какие? Какие? И что это за проблемы? Это вот, конечно, сейчас определить невозможно. Вот. Ну, надо быть больше информации, в общем. Ну, конечно, естественно, для вас это травма, ну, все психологическое, вот, ну, само собой, то, что вы травмированы. Это даже не обсуждается, вот, хотя, я думаю, что сюда примешиваются еще некоторые аспекты ваши, вот, которые были до этого. Это вот, ну, в частности, аспекты, которые, вот, были еще в первом браке, браки, вот, ну, сейчас они просто стали, ну, сильнее, да? Давайте о себе знать. Я думаю. Я думаю, так. Вот. Вот. Поэтому, ну, наша задача заключается в том, чтобы это раскрыть, вот, ну, чтобы помочь вам это раскрыть. Чтобы вы немножко лучше увидели, с чем имеете дело. Вот. Проходит время, я простила, но мысли в голове, нет доверия. Что такое, простила, давайте, вот, вы мне, ну, расскажите, как вы понимаете, вот, простила. Вот. 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 То есть, что это такое, ну, для вас, для вас прощение, это как? Так, если у вас остались, остались мысли, вот, это значит, что, ну, мужа, в том случае, ээээ, вы не поняли, не поняли. Вот. Это не означает, ни в коем случае, что вы, ну, должны, должны, ээээ, понимать, и его, эээ, ни в коем случае, ни в коем. Это с ним. Вот, ну, если вам, допустим, ну, окажется, что человек поступил неприемлемо для вас, ну, вот, то, ээээ, ну, в общем-то, я думаю, я думаю, эээээээ… Ну, не нужно как-то у себя выставлять в оперу. Вот, я думаю, что всё-таки, в какой-то степени, да, вы его не простили. Вот, я думаю, ну, вот, так вам можно ответить именно здесь. В общем, мысли, значит, связаны с тем, что вы потеряли опору. Вот, это, в свою очередь, говорит о том, что на себя. Да. Да. Вы, ну, не опору, не опору, не опору здесь. Вот, и, соответственно, здесь нужно повышать вашу уверенность в себе. В первую очередь, для того, чтобы, ну, чтобы вы меньше, меньше зависели от людей. Рядом. Может, с вами. Вот. Чтобы вам как-то вот было, ну, понятно, да, вообще. Чего вы хотите, сами вы, как вы хотите, и так далее. Я думаю, что, опять же, ну, задача психолога, вот, заключается в том, чтобы оказать вам необходимую, вот, помощь и поддержку. Вот. Вот. Понимаете, да? Эм. Дальше. Эм. Эм. Так. Эм. Значит. Эм. Ждём второго сына. Не хотелось, чтобы сын второй был без пап. Эм. Ну. Ага. А лучше, вот, когда, ну, вот, эм. Вот так, как сейчас, вы думаете это лучше, вы думаете это хорошо, когда вот такая история происходит. Значит, что, ну когда вот человек ведет себя, так и в области, так оно улучшит, вот. Причем, обратите внимание, что вы здесь думаете о ребенке, но вы не думаете о себе. То есть вы, получается, ребенка ставите выше, ну выше себя. Если вы себя так обесцениваете, то ему тоже будет обесценивать вас. Вот, в день выпуски напился и говорит, хочу тебя ударить, я испугался, ладно, все просило, потому что люблю и не хотелось, чтобы второй сын был без папы. То есть вы, пусть получается, значит, готовы с собой жертвовать ради, ну, ради ребенка. Да? То есть, вот, лишь бы, ну, лишь бы у ребенка, ну, лишь бы у ребенка будет хороша. Опять же, я не думаю, что вы это делаете. Для ребенка, я думаю, что, ну, больше степень, вы это делаете для себя. Вот, то есть, опять же, здесь вам, на мой взгляд, уж лучше перестать себя обмануть. Вот, то есть, то, что вы делаете сейчас, для себя обмануть. Вот, так говоря, ну, говоря о том, что это для ребенка. Ну, потому что вы, вы не можете не знать, что, ну, что ребенку будет только хуже. Вот, соответственно, вопрос заключается в том, значит, какую цель преследуете вы сам. Дальше, значит, у нас такая цель, она вообще не уменьшает, но у первого ребенка уменьшает, когда надо отругать. Ну, я думаю, что каждый раз, когда вы пропускаете свои личные границы, то есть, когда вы, ну, позволяете своему мужу их нарушать, вот, я думаю, что они относятся к вам хуже. Поэтому, ну, на мой взгляд, ладно, нужно, в общем-то, стремиться к тому, вот, чтобы, ну, отстаивать себя и свой интерес интерес. Еще один важный момент заключается в том, что, вот, вы говорите, что, ну, интима нет у вас, да? Вот, ну, но, при этом, вы боитесь, что он вам изменяет, вот, ну, возможно. И, вот, у меня здесь есть вопрос такой. Как вы, как вы, как вы, как вы, это представляете, что, ну, допустим, допустим, что, вы со своим супругом не спите? Ну, и, получается, получается, так, что вы запрещаете ему самому иметь, ну, соакцензивное отношение. То есть, вы, ну, мне кажется, что вам здесь нужно определиться, вот, доверяйте ему, вот, и забыть о нем, делайте ли что-то для него, или, или вам все равно, вот, понимаете, да? Опереться вы на себя не можете, вы ждете, что муж будет сам что-то предпринимать. Вот, вы, наверное, ждете, что он какую-то активность будет проявлять. И тут, точно, на, на паровый, то, на, в общем-то, в пустоту. Вот, вот, как-то так. Значит, были бы говорить, что, что охладеет. Не каши-каши-каши-каши-каши, а мне думать, что вы все решаете про проблему своей безопасности здесь. Вот, и если вы запутались, то, конечно, мы поможем вам распутаться, но на это будем с вами поговорить. Всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok